Иран испытал сверхмощную неядерную авиабомбу. Она поступит на вооружение корпуса стражей Исламской революции. Как к этому отнеслись на Ближнем Востоке, а особенно в Израиле, расскажет Сергей Услендер. Иранские генералы называют это оружие «отец всех бомб». По аналогии с американской GBU-43, сверхмощной бомбой, которая недавно получила название «мать всех бомб». На полигонных испытаниях в пустыне иранцы взорвали 10-тонный боеприпас, который считают самым мощным неядерным оружием в мире. Он поступит на вооружение элитных авиачастей корпуса стражей Исламской революции. Обычно такие боеприпасы используют для разрушения бункеров или особо укрепленных объектов. Сбрасывать его должны с самолетов Ил-76. Они есть на вооружении иранских ВВС. В Израиле к этим сообщениям отнеслись спокойно, хотя известно, что Иерусалим крайне болезненно относится к любой информации о появлении у Тегерана новых видов оружия. Мы боремся, в общем-то, с мировым исламским экстремизмом, с той его фазой, с той его разновидностью, которая бы хотела установить в мире новый порядок. И мы считаем, что поэтому Израиль должен приложить все силы к тому, чтобы действительно в этом вопросе были действительно определенные результаты, чтобы Израиль опять не очутился через год-два под обстрелами. Понятно, что новая бомба Израилю ничем не угрожает. Ее носители просто не смогут приблизиться к границам страны из-за многослойной и мощной израильской ПВО. Но вот иранская ядерная программа по-прежнему считается главной угрозой для еврейского государства. Недаром же премьер Нетаньягу, который находился с визитом в Южной Америке, заявил, что 80% всех проблем безопасности в мире исходят от Ирана. Сейчас Израиль предпринимает мощные усилия для того, чтобы западные страны пересмотрели условия ядерной сделки с Ираном. Кстати, накануне Соединенные Штаты усилили санкции в рамках этой сделки против некоторых иранских компаний и чиновников. А президент Трамп заявил, что Иран нарушает условия ядерной сделки. Тегеран пригрозил ответными мерами. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро телеканала Интер.